Всем привет! С вами Юля Симуля. Мы с вами играем в Sims 4. Это челлендж 7 пятниц на неделе, 65 серия. Да, ребят, по-моему, это серия номер 65. У нас дома полно народу, потому что мы отмечали день рождения, даже двойной день рождения. Мы отмечали день рождения Виларума, который у нас повзрослел. Господи, что я его Виларумом назвала? Это Виоран. День рождения Виорана. Он у нас постарел, теперь дедушка. И, в общем, все уходят, отметили день рождения, поздравили и отправляются в Освояси. Ну, хорошо, приходите еще, будем рады вас всегда видеть. Кроме Виорана, у нас также повзрослела еще, господи, повзрослела Лесли. Она у нас стала подростком. Теперь она у нас красивая девочка, которая решила навести дома порядок. И, видите, убирает, лужицы вытирает. Молодец, в общем, хозяйственная девочка растет. Мне она очень понравилась внешне, хотя она, да, она напоминает очень Вивиан. Может быть, я попробую ей перекрасить волосы и сделать цветом такие же, как были у ее папы. Ну, посмотрим, не знаю, в будущем еще посмотрю. Пусть пока будет блондиночка. И что-то смущена наша Нэнси. Нэнси, а что ты смутилась? Она у нас общалась с Рупер, там, может быть, он что-то ей такое сказал, что ее немножечко смутило. А, смотрите, Вилфред общается с Жанет. Я хотела бы, чтобы они отправились на свидание, но что-то у них тоже не заладилось. Как-то детишки у нас сегодня плохо себя чувствуют. И Вилфред идет, чтобы дать по мордам этому Мишку. Ну, вот что тебе Мишка сделал? А, он не бить его идет, он решил просто накричать. Ну, давай тогда ударь его, что ли, еще. За что? А, он просто так, он стал яростным только от того, что он у нас безумный, да, ругань у него, мудлет. Что-то настроение у него резко испортилось, и он решил Мишку побить. Неловкое замечание. Ага, ему даже кто-то замечание сделал. Вилфред, давай-ка ты у нас будешь рисовать. Я хочу, чтобы ты стал хорошим художником. Хотя нет, Жанет здесь. Давайте повысим с ней отношения. Вот, попытаемся, как бы, чтобы прошло смущение наше. Так что, будем делать разные такие действия. Неуверенность в себе, расскажем ей. Может быть, как-то это поднимет настроение ему, и он перестанет смущаться. Вот она, Лесли наша. Не знаю, ребят, не буду вам говорить ничего, потому что в прошлый раз вот сказала, что мне внешне больше нравится Лесли. Так сразу в меня тапки полетели, что я Нэнси не люблю, что я такая плохая. Но я просто сказала, что она мне больше, действительно, внешне понравилась. Мне просто в Нэнси немножко не нравится ее тон кожи. Она темноватая. Если бы она не была такая темная, может быть, было бы все по-другому. Но, в любом случае, я их все равно люблю, как бы, обеих. Это не совсем, это не влияет на то, кого я выберу. Я вообще не знаю, кого я выберу. Может быть, вообще Вилфреда мы выберем. Рано еще думать о втором сезоне, потому что я все равно хочу сначала психушку, наверное, отыграть, а потом уже начать второй сезон Семи Пятниц. Вот. Так что пока мы присматриваемся к детишкам, пока еще есть время. Давайте посмотрим, сколько там осталось Вивиан нашей. Но она уже половину старости прожила, так что не особо долго. Наверное, серии 5 еще и придется нам попрощаться с этим челленджем. Вот. И Нэнси симпатичная. Я не говорила, что она некрасивая. Я просто сказала, что мне Лесли больше нравится. Не знаю, почему. Вот. Посмотрим. Будем присматриваться еще. Чего ты звонишь? Здрасте, здрасте. Как думаете, я могу вступить в клуб, друзья? Да, пожалуйста. Ты же друг нас, конечно же, вступай. В общем, будем пока просто присматриваться к детишкам. А сегодня вообще я бы хотела, чтобы наша Вивиан и Виоран отправились на свидание. Поэтому давайте мы, наверное, Вив переоденем, потому что нефиг идти на свидание в купальнике. Да, оденем мы обычную одежду. Давайте, я не знаю, второй, например, вариант одежды. И пусть она вместе с Виораном отправится куда-нибудь на свидание. Да, мы куда-нибудь сходим в гости. Не, не в гости, чего мы в гости попремся. Мы пойдем куда-нибудь на общественный участок, где они смогут побыть вместе. Я уже знаю даже, куда мы отправимся, потому что сегодня хочу обновить свадебные клятвы. Да, совсем недавно Вивиан и Виоран у нас поженились. Но дело в том, что свадьба под конец была не совсем удачная, потому что там было пять смертей. И как-то это немножко испортило все впечатление от свадьбы. И я думаю, что вот теперь Вивиан и Виоран у нас просто хотят побыть вдвоем. И почему бы и нет, на этом участке, куда мы отправляемся, есть арка свадебная, где они могут вполне обновить свои свадебные клятвы и уже по-нормальному обвенчаться. Итак, у нас шесть часов вечера. Мы прибыли в замок, в замок с лабиринтом, только в этот раз, я думаю, мы в лабиринт отправляться не будем. Мы сразу же отправимся к свадебной арке, чтобы они обновили свадебные клятвы, потому что мне как-то жалко, что нормальная свадьба у Вивиан не получилась. Конечно же, второй раз пышную свадьбу мы организовывать не будем. Слушай, Виоранчик, ты что, не собираешься идти? Ты будешь тут стоять у нас? Я что-то не поняла, подожди. Я же дала задание обоим идти, да, идти сюда. Я хочу, чтобы они шли к свадебной арке и обновили свои свадебные клятвы. Ну, потому что нелогично будет, мы пять серий назад, наверное, серий пять назад мы устраивали свадьбу, и тут через пять серий еще одна свадьба. Поэтому мы просто обновим свадебные клятвы без всяких мероприятий, без гостей, без торжества какого-либо. Просто они вот побудут вдвоем, вроде как свидание и вроде как мини-свадьба. Потому что жалко, ну, нормальной свадьбы у Вивиан не получилось, так как в конце всего празднования умерли ее друзья. Ну, вот пять симов умерло, из которых многие были ее друзьями. Конечно же, это расстроило всех, и вот плохой мудлет был у симов. Давайте обновим свадебные клятвы с Виораном. Сегодня вообще классный день, ночь, такой водопад, здесь очень красиво, красивый участок. У нас Вив, правда, не в свадебном платье, но они-то и не собирались вообще, я думаю, жениться. Просто пришли, чтобы побудть вдвоем, но красивое здесь место, красивое. В общем, только мне надо пломбоб убрать, и давайте мы на Нейтс, например, переключимся и посмотрим вот на них. Потому что жалко, к сожалению, скоро Вивиан умрет. Вот, кстати, вот комментарии были к предыдущей серии о том, чтобы вообще взять во второй сезон Семи Пятниц не родственника Вивиан, то есть не ребенка Вивиана, а какого-то другого персонажа. Я, честно говоря, была удивлена, но были такие комментарии, и не единичные случаи. А вот я так поняла, что многие даже за то, чтобы следующий сезон Семи Пятниц был с каким-то новым симом. Так что я вот, пожалуй, у вас еще раз спрошу, как вы к этому относитесь. Вот, если многие будут за, то я не против, но, наверное, все-таки я бы хотела продолжить с ребенком Вивиан в следующий сезон. Посмотрим. Ну, такой вариант тоже рассматривается. Я еще не знаю, еще не думала. Вот, просто что жалко, что все дети Вивиан очень похожи на нее. У нее как-то сильная генетика оказалась, и детки унаследовали многие черты лица. Все стали же такие блондинистые, как она, с такими же глазками и формой глаз, как у Вивиан. Поэтому как-то, ну, жалко немножко. Давайте монетку, что ли, бросим, загадаем желание. И пусть Виоран тоже загадает желание. Поздравляю. А, нас поздравили с тем, что мы свадебные клятвы обновили. Видите, теперь Симы присылают СМС и поздравляют. Интересно, откуда она узнала, если мы только что обновили эти клятвы. Идите, бросьте по монетке в бассейн. То есть в бассейн, в этот самый водопад. Загадайте желание. Лично такое у них желание для меня. Хотелось бы, чтобы они просто счастливо прожили конец своей жизни. Потому что они уже оба пожилые. И просто им нужно спокойно, без всяких, я не знаю, инцидентов, без всяких сюрпризов неожиданных, прожить конец своей жизни, чтобы все у них было хорошо. Так как у нас свидание, то нам нужно куда-то присесть и, ну, романтику какую-то поделать. Я вот ищу, где нам упасть, где припасть. Что-то я скамеечек не вижу. В лабиринт я не хочу идти. Не знаю, почему-то мне не хочется в лабиринт. Боже, есть где скамейка? Где-то, где... О, смотрите, а что у нас здесь? Да, здесь скамейки, к сожалению, нет. Здесь можно в шахматы поиграть и чего-то скушать. А давайте мы просто вот сюда присядем. Здесь тоже будет классно, если они вдвоем посидят. Тем более, что сесть вместе, это не значит, что сесть на скамейку. Они могут вполне вот присесть на эти стулья. Так что давайте сюда отправим и Вив, и Виарана. Давайте дадим им действие присесть. Пусть присаживаются, посмотрим на них. Они тут вполне нормально могут пообщаться и провести свое свидание до конца. Да, что мы можем сделать? Нам нужно флиртовать. Да, ну, давайте поделаем романтические действия. Пошлем воздушный поцелуй и еще как-нибудь там пофлиртуем. А что-то кроме воздушного поцелуя. Вот, флиртовать. Я вообще рада, что получилось так, что Виаран все-таки стал мужем Вивиан. Хотя, честно, втайне, наверное, была за Федота. Но уже теперь безумно рада, что это все-таки не Федот, а Виаран. Федот, кстати, у нас благополучно отправился в династию Стекелинбург. Стекелинбург, если вы смотрите, то знаете, что теперь он муж Элисы. У них там уже ребеночек родился, да, у них мальчик есть. Так что Федотику судьбу мы тоже устроили. И, кстати, Джейкобу, если его Джейкоб зовут, я постоянно забываю, как его зовут. Боже мой, как тебя зовут, мужик? Вот сколько было симов, не знаю, сколько было... О, боже, и Харви умер. В общем, страстей и романов у нашей Вивиан. Джейкоб у нас тоже в династии Стекелинбург. Он у нас там женился на Хейле. Правда, там он у нас не старенький, а во взрослом возрасте, потому что я его немножко омолодела. То есть сделала его взрослым, чтобы он не сразу постарел, чтобы мы его еще видели там. Вот, и он теперь женат на Хейле, и у них скоро будут дети. Так что эти симы, которые вот с Вивиан общались, они тоже у нас как бы бесследно не исчезли, а отправились в династию, где мы тоже будем за ними наблюдать. Так, нам нужно еще один анекдотик рассказать. Возбуждена почему-то Вивиан. Не знаю, что она в такое настроение пришла. Воодушевление. А, наверное, Виоран ее воодушевил. Монетка на удачи. Видите, у нее хороший мудлет. И кто-то говорит, что за деньги нельзя купить счастье. И у Виорана тоже хороший мудлет. Кстати, очень легко получить от фонтана хороший мудлет на 2 часа, или на 3 даже, просто бросить монетку за 1 симолеон, и у Сима моментально плюс 1 настроение. Это очень-очень простой способ. Так, нам нужно душевно поговорить. Ну, давайте выберем... Ой, блин, пропало опять. Почему, почему я постоянно это действие пропускаю? Я очень невнимательная. Я знаю... Мне часто пишут комментарии, что я то забыла, то не увидела, то пропустила. Я прекрасно знаю, но, ребят, просто, может быть, я невнимательная, а, может быть, не очень просто снимать летсплей, комментировать, играть с Симами, и еще одновременно успевать, успевать все рассмотреть, прочитать все всплывающие окошки. Вот, и как-то, наверное, сложновато. Не знаю. Ну, для меня, наверное, это все-таки сложно одновременно делать несколько действий. Тем более, я серии не монтирую. Я не делаю паузы. Иногда делаю паузы, но только там, когда действительно надо. Вот, когда нет другого выхода. И то я потом серии не склеиваю. Я просто нажала на паузу, сделала, что мне нужно. Например, нашла информацию в интернете, если чего-то не знаю. Вот. Но потом я серии не склеиваю. То есть, я не монтирую, потому что у меня, к сожалению, на это времени нет. Если бы я монтировала серии, то я бы не каждый день выпускала по одной или по две серии. Так, если бы я монтировала и, в общем, занималась бы склеиванием серий, то у меня бы выходило, наверное, бы две серии в неделю. Вот, максимум. Потому что это очень кропотливая и трудоемкая работа. Поэтому я стараюсь писать все на одном дыхании. Я вот так и делаю. Сажу серию и 25 минут... Ну, я в среднем стараюсь, чтобы серия была 25 минут. Я вот стараюсь с 25 минут именно писать, 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 без остановок, без каких-либо пауз. Вот 25 минут записала, все. Серия записана. А если я буду потом серию разрезать, вырезать какие-то ляпы... Да, бывают у меня ляпы, но я не знаю. Я их не вырезаю. Если я что-то там не то сказала, то извините, но как-то вот так. Вот, но зато тогда у меня вот серии выходят чаще. Я думаю, что это плюс, потому что вы, по крайней мере, не ждете, когда выйдет следующая серия. Может быть, у меня они такие, они и качественные. Если бы я монтировала, то серии были бы покачественнее, поинтереснее. Я бы вырезала, может быть, скучные моменты. Ну, в общем, как-то так. Так, давайте мы уже закончим это свидание и отправимся... То есть, сменим контроль на Вилфреда и отправимся домой. Итак, мы вернулись домой. И, кстати, вот сейчас окно загрузочное я тоже не вырезала. Я его паузой пропустила. То есть, нажимаю бандикам программу для записи видео на паузу. Вот, то есть, пока загружается окно, я не записываю. И потом, когда окно загрузилось, я продолжаю запись, продолжаю записывать серию. Вот, потому что, мне кажется, не особо интересно вам смотреть на эти загрузочные окна и ждать, наверное, секунд 20-30, пока мы перейдем из локации в локацию. То есть, из одного участка в другой. Поэтому я вот паузой не записываю эти окна загрузочные. И я думаю, что это хорошо. Вот, а если бы я их вырезала с помощью монтажа, то я же говорю, что серия бы выходила бы не каждый день, а иногда у меня по две серии в день. Вот, а тогда бы серии выходили всего лишь, наверное, две серии в неделю, потому что я бы больше просто не смогла осилить. Вот, так как это очень-очень сложно и требует, самое главное, много времени. А времени вот у меня, к сожалению, нет много, потому что семья, ребенок и как-то... Я записываю, ну, стараюсь записывать одну-две серии в день. И получается, я трачу на запись серии столько, сколько она длится. Например, длится серия 25 минут, я трачу на нее всего лишь 25 минут, чтобы ее записать. А если бы я монтировала, то я бы тратила на серию не 25 минут на ее запись, а, наверное, бы часа 4. Вот, и, конечно же, тогда бы я... Просто у меня столько времени нет. Что вы ругаетесь? Слушай, Виоран, ты отдаешь? Ты чего с детьми-то ругаешься? Во, смотрите, Вифф, ребят, села во главе стола. Самое главное, в окружении своих детей, своего мужа. Вот, счастливая, довольная мама поучает своих детишек, как нужно правильно жизнь вести. Слушай, Вифф, если бы ты сама свою жизнь правильно вела, а потом бы детишкам рассказывала, как нужно, я бы поняла. Так а ты сама не уверена, не постоянная, у тебя 7 пятниц на неделе, господи, как ты... Ну, хотя бы в старости все у нее отлично. Трое детей, вышла замуж, все хорошо, семья счастливая, большая, довольная. Идет она принимать душ. Давайте, наверное, будем Симов-то спать отправлять, потому что у нас ночь. Да, спать уже всем пора. Так, Виаранчик, тоже иди в туалет. Ой, а дети, что ли, выспались? Я не пойму. Вилфорд, иди давай покушай. Да, и детишек будем спать укладывать. Блин, они что-то спать не хотят. Ну, все равно уложим, чтобы они как-то выспались, и, может быть, утром все уже проснутся. Так, и Вивиан вместе с Виараном мы тоже отправляем спать. И я, наверное, ребят, включусь уже утром, когда они выспятся. Вот, чтобы мы... Ой, а что, ты в туалет хочешь? Да, и она в туалет хочет. Я ее в туалет забыла сводить, уже завонялась. Все, все, пусть сходит в туалет и ложится спать. У нас сейчас 2 часа ночи. Я, наверное, включусь уже с утра, когда настанет утро, и все наши симы выспятся. Вивиан, иди давай в туалет и ложись тоже, баеньки. Итак, ребят, у нас уже утро, дети потихонечку просыпаются. Вилфред проснулся, сразу же кушать побежал. Лесли у нас побежала по хозяйству, сразу же принялась чистить унитаз. Молодец вообще девочка. И уже, видите, мы сегодня замечали, что она сама убирает там мыло пол. Видите, унитаз решила помыть, хотя у нее нет черты характера чистюля. Наверное, сама просто она любит сама по себе чистоту. Вот смотрю на ее глаза, вроде как у Вивиан глаза, и вроде немножко и не как у Вивиан. Может быть, из-за косметики, может, у нее такие тени, или такая подводка для глаз. Не знаю, что-то как-то вот глаза мне у нее нравятся. Так, давайте мы ее тоже отправим покушать. Вот, пусть к брату присоединяется, и нам нужно загрузить посудомойку. А, Нэнси, Нэнси уже выспалась. Давайте мы ее разбудим, посмотрим, что там у Нэнси. Четыре часа ей до работы. Вообще, у нас, ребят, сегодня, сегодня у нас выходной, воскресенье. Никто не идет в школу, поэтому давайте мы, наверное, Нэнси отпросим с работы. Вот чего это ее братья не пойдут в школу, она должна идти на работу. Давайте сегодня для всех устроим выходной, и пусть она возьмет отпуск. Тем более, у нее есть три дня, да, три свободных дня, нужно ими пользоваться. Вот, так что пусть остаются сегодня дома, и, не знаю, кто побудет с семьей. Я вот сегодня, наверное, думаю, чтобы все побыли дома, и, может быть, поплаваем в бассейне. Или даже вместе отправимся куда-нибудь на общественный участок, чтобы все просто отдохнули. Воняет у нас все. О, давайте посмотрим на глаза Лесли. Ну, наверное, да, наверное, из-за стрелок. Мне кажется, что у нее глазки немножко другие, и это вот такая вот изюминка. Ну, нравится она мне. Ну, что я могу сделать? Я же не могу, вот, если мне Сим нравится, говорить, что он мне не нравится. А если он мне не нравится, говорить, что нравится. Нэнси мне тоже нравится, но вот Лесли на лицо мне понравилось, честно говоря, больше. Попробую ей сделать каштановые волосы, чтобы она была шатенгой, как ее папа. Может быть, это сделает ее даже еще более симпатичней и привлекательней. Так, Вилфред, давай-ка ты у нас вообще вот это тоже выбросишь, убрать и помыть, чтобы дома было чисто. Что там, родители наши выспались, до сих пор дрыхнут. Нет, не выспались еще. Ну, ладненько, пусть досыпают. Пока родители у нас высыпаются, детишки могут поплавать в бассейне. Почему бы и нет? Вот у нас сегодня жаркий день, у нас в Sims 4 всегда жаркие и теплые деньки, потому что погоды... Так, зачем, зачем нагишом? Не надо нагишом, просто поплаваем. Вот, погоды в Sims 4 нет, поэтому всегда ясно, никаких дождей, никаких осадков, всегда солнышко светит, всегда все хорошо. Так что можно плавать в бассейне круглый день и не думать ни о чем. Давайте, прыгайте. Купальничек я не подбирала для Лесли, какой игра ей подобрала, такой у нее, в принципе, и остался. Кстати, я вот не смотрю, она полненькая или нет? По-моему, немножко полновато. Можно будет разочек ее попросить на беговую дорожку сходить, чтобы немножко пришла форму. Ну, хотя, в принципе, не так уж и страшно. Так, давайте у нас бомбочкой сейчас... Сейчас Вилфред прыгнет. Сейчас как прыгнет бомбочка, и бедные сестры, это самое, с бассейна их вытеснят. Нет, Вилфред, давай прыгни. Сейчас твои сестрички точно поразбегаются все и будут на тебя жестоко кричать. Так, можно сделать, чтобы Лесли с Нэнси побрызгались. Лесли, ну не надо идти за компьютер, иди давай, брызгайся. Сейчас он, братан твой, сейчас как прыгнет. Ой, как сейчас прыгнет, будет всем весело. Давай, покажи, как ты бомбочкой тут плюхнешься в бассейн. Ну, ну покажи. Иногда симбы прыгают так, что с них слетают трусы. Нет, по-моему, с него ничего не слетело, все нормально. Нет, грустный, ужасный прыжок. Что-то пошло не так. Плохо он прыгнул, но хотя бы трусы не потерял. Давайте попробуем побрызгаться. Ой, можно жаловаться на проблемы, потому что... Ну, какие проблемы? Из-за прыжка, что ли? Вот, поотдыхайте, повеселитесь. Тем более, сегодня воскресное утро. Детям можно. Вот, время есть, так что пусть отдыхают. А родителей все-таки будем будить. Хватит, сколько можно спать? 10 утра, они до сих пор дрыхнут. Я понимаю, что, конечно, у вас там пенсия, вы уже в возрасте. Идите, наверное, покушайте, вот взять кусочек. И Виоран пусть тоже просыпается и скушает кусочек тортика. А днем мы куда-нибудь все вместе отправимся погулять. Вот, всей семьей Нэнси у нас отпросилась с работы, поэтому никому никуда не надо. Вот, давайте посмотрим. Все-таки, по-моему, полновато немножко, но не критично и не страшно. В принципе, Лесли мне и такая нравится. Можно и не заставлять ее бегать на беговой дорожке. А вот Нэнси не помешала бы, конечно же, поправиться, потому что она у нас слишком худенькая. Может быть, придется дать ей еще раз мороженое, которое, ну, как бы полнит симов. Посмотрим. Интересно, а троем симы могут сидеть или не могут? Нет у меня такого действия или есть? Подождите, сесть здесь. А давайте попробуем троем присесть и смогут ли они общаться. Было бы прикольно, если бы вот брат с сестричками посидели втроем и пообщались. Было бы классно. Ну-ка, давайте попробуем дать действие. Сплетничать, например, выразить восхищение Нэнси. Ну, подвинься, подвинься сюда. Блин, нет такого действия. Почему? Я не могу кликнуть. А давайте попробуем пообщаться с Вилфредом. Может быть, тогда она подвинется. Только не хочет она. Нет, нужно встать. Давайте душевный разговор. И во, она подвинулась. Отлично. Я даже сделаю несколько скринов. Смотрите, как круто. Я и не знала, что можно так сделать, чтобы симы так втроем сидели у бассейна, отдыхали. В общем, классно. Смотрите, я 60... Сколько у нас? Какая серия? Подождите, серия 65-я, да? Вот 65 серий назад, когда была первая серия Семи Пятниц на неделе, когда я только создала Вивиан, только вас знакомила с ней, я и подумать не могла, что через 65 серий будут сидеть трое детей Вивиан, сын и ее две дочери, и вот так прикольно общаться у бассейна. Все они классные получились, все красивые. Вот, и вообще круто. Так, только братик у нас ушел, и сестрички решили сами вдвоем посидеть. Да, давайте дадим им задание, чтобы они вот узнали, как прошел день, как просто пообщались. Вот, и в следующей серии, наверное, мы уже вместе куда-то отправимся, чтобы все погуляли, потусили, провели время вместе. У нас Вив уже телевизор с Виоранчиком смотрят. Вот, и буду тогда на этом заканчивать серию. Да, нам нужно, кстати, вызвать еще ремонтника, потому что холодильник у нас сломался. Все, иди, Виоран, нанимай мастера по ремонту. Что такое? Господи, что у нас за живот хватается? Я уже боюсь. Не, пока еще помирать нам рано, все хорошо. Давай, иди, убери все и помой, и будем куда-нибудь отправляться, но уже в следующей серии. Все, ребят, всем спасибо за внимание. Если вам понравилась серия, поставьте, пожалуйста, лайк, подписывайтесь на канал. Всем до следующей серии, всем пока!